Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Я зовут Мия Светлана. В некоторых своих роликах я упоминала, что теплицу, виноград в теплице я обрабатываю сывороткой. Вы спрашивали, что это за сыворотка, как она работает, так вот сегодня я об этом расскажу более подробно. Обрабатываю я не только в теплице, в некоторых случаях я обрабатываю сывороткой и виноград на улице, но сначала скажу так. Значит, для теплицы это действует очень хорошо, для улицы это не панацея, это скорее профилактика. Хотя, например, в прошлом году, когда болезни активно пошли в период уже созревания ягод, когда ягода красилась и ей там оставалось совсем чуть-чуть до созревания, то я тоже активно проходила весь виноградник сывороткой, в том числе и грозди. Конечно, полностью избавиться от болезни, полностью вылечить таким средством невозможно. Я хочу, чтобы вы это понимали. Но приостановить болезнь можно, на профилактику поработать можно и нужно. Это средство работает и работает хорошо. И даже буквально совсем недавно я показывала, что пошла вспышка мельдию на винограднике. Вам я показала в ролике один лист. Потом, когда я пошла подвязывать весь виноградник, я нашла еще несколько пораженных листьев. Конечно, я их убрала, но виноград свел. И я понимала, что химия обрабатывается в этот момент как бы плохо. Однако стояла погода такая влажная, теплая. И это самая благоприятная погода для развития грибковых болезней винограда. И напомню, что при этом виноград свел. Соответственно, возникает вот такая дилемма, что делать. Химии обрабатывать не хочется. В то же время понимаешь, что счет идет на ней. И я решила обработать сывороткой. Надо сказать, что после обработки, за сколько там прошло, до момента, когда уже все отсвело, я смогла обработать системными препаратами 5 или 6 дней. Вот эти 5 или 6 дней я все-таки, я считаю, я выиграла. Потому что, когда очень благоприятная погода для развития грибковых заболеваний, когда они уже появились, как правило, все развивается достаточно быстро. Однако, за вот этот период времени у меня нигде не появилось ни одного нового пораженного листочка. Хотя, конечно, те пораженные листья я убрала с виноградника. Итак, что же это за такое чудо-средство? Ну, на самом деле, это молочная сыворотка. Молочная сыворотка абсолютно любая. То есть, ее можно купить в продуктовом магазине. Ее можно сделать самому, например, вытопить молоко кислое. Ну, в магазине оно скисает не очень хорошо, наверное, никогда не пробовала. Но если вы, например, имеете доступ, либо покупаете домашнее молоко, вот оно скислое, потом забрать из него сыворотку, это будет классная сыворотка. Что делаю я? Совмещаю приятное с полезным. Я покупаю кефир. Закидываю его в морозилку. Удобнее покупать кефир не в бутылках, а в пакетах. Я закидываю его в морозилку, он замерзает. Потом достаю, как правило, вечером. Снимаю эту бутылку, разрезаю либо пакет. Выкладываю все на друшлаг. И к утру у меня получается такой очень приятный, мягкий, назовем это как мягкий сыр, такой очень приятный, мягкий творожок на завтрак. И остается вот такая сыворотка. С литра кефира получается где-то 600 мл вот этой самой сыворотки. Я еще оставляю ее хотя бы на день постоять в тепле, потому что, помним, все-таки оно прошло определенные термообработки, чтобы там молочно-кислые бактерии, они немножко поразмножались. На чем же основаны действия этой самой сыворотки? Ну, первое, это немножко кислая среда, а грибковые заболевания, которые кушают наш виноград, они этого не любят. А второе, там находятся кисломолочные бактерии, которые угнетают развитие вот этих самых грибков. Поэтому получается такое двойное действие. Что дальше? Ну, повторюсь, да, я подержала немножко в тепле, вот сутки постояла, ну, сколько у меня есть времени. Можно, например, вот с утра я сыворотку получила, к вечеру хорошая, тихая погода, удобная для обработки, значит, я до вечера подождала, вечером обрабатываем. По пропорциям литр сыворотки, 9 литров воды и 10 капель йода. Все, все максимально просто и легко. Все это размешиваем и опрыскиваем. Ну, мы понимаем, да, что это будет смываться дождями, то есть действие краткосрочно, однако работает. В теплице это работает эффективнее. Я в теплице обрабатываю не только виноград. В теплице у меня растет несколько томатов. Томаты я тоже обрабатываю. И скажу, что фитофтура у меня практически в теплице ее нету. Иногда приходит, ну, там, может быть, в середине сентября. И то очень-очень точечно. И два года назад последние томаты я сняла 16 октября. Вот в наших условиях в Беларуси. И у меня еще было достаточно хорошее зеленое красивое растение. То есть эта вещь работает, при том, что простая, удобная. Но если мы, например, хотим обрабатывать виноградник на улице, повторю, что действие довольно краткосрочное. И если мы хотим полностью работать на профилактику, а напоминаю, что все-таки это лучше работать на профилактику, чем на лечение, то обрабатывать надо будет часто. Как минимум раз в неделю. У меня такой возможности нет, потому что виноградник большой. И кроме этих обработок есть еще какие-то другие дела. И какие-то другие обработки. Там, когда микроэлементами, скоро мы начнем работать калием. То есть, ну, для меня это очень трудоемко. Если вы хотите попробовать, у вас виноградник небольшой, есть возможность, можете попробовать. И, может быть, вам не нужны будут другие обработки. Например, когда лично я рассказываю свой опыт, когда я использовала тот же препарат фитоспорин на основе сеной палочки, настолько хорошего эффекта я, например, не заметила. Ну, к тому же у меня сыворотка такой доступный продукт, скажем так, да, как отход. Поэтому почему бы ее не использовать. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях. Пишите свое мнение, задавайте вопросы. А под видео, нажав кнопку «Еще будет», ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!